Всем доброго времени суток, друзья! Вы на канале Салют Плей, и сегодня мы продолжаем проходить научно-фантастический триллер под названием Observation. В прошлой части мы закончили на том, что неизвестным образом наша космическая станция оказалась возле Сатурна, и доктор Эмма Фишер все еще ищет свой экипаж. Погнали! Итак, на этом моменте мы закончили в прошлый раз. Сам, пока ты все еще там, взгляни поближе на повреждения корпуса, о которых ты говорил раньше. Что видишь? То есть Эмма просит нас найти, какие повреждения корпуса этой станции вообще здесь есть. Давай взглянем, что тут вообще не так. Так, это нельзя сообщить, да? Это люк, из которого мы вылетели. В крыле ЕА. Я так понимаю, крыло Европы-Америка. Да, вот отсюда. То есть потом мы туда идем, обратно. Так, надо глянуть, какие повреждения. То есть здесь на R, на букву R, response mode. То есть это ответ. О, вот что-то есть. А тут нельзя сказать ничего про это. Ну-ка, давай облетим. Какие-то повреждения есть, но почему-то я не могу про них сказать. То есть надо искать скриптованные места. Здесь как бы вмятины какие-то. О, вот, смотри-ка. На трещинах корпуса обнаружен неизвестный материал. Выглядит похоже на то, что я нашла в Я-04. Что это за дрянь? Возвращайся за сферой, я жду тебя в Я-03. Давай откроем этот люк. Надеюсь, что остальные в порядке. Вернуться к Эмми. А что это реально такое? Так, вернуться к Эмми, смотри. Ищем то место с открытым люком. Я уже тут запуталась. О! Вон оно. То есть вот эта вот штука, по которой мы передвигаемся внутри. Вот так она выглядит снаружи. Оп. Я же здесь. Пытаюсь управлять. Да, я ЭС. Смотри, сейчас развернемся. Развернемся. И закроем этот люк. Панель управления шлюзом ЕА. Внешний люк закрыть. Закрыт. Загерметизируем. Внутренний люк открыть. Идет отключение от сфер. Сферы неактивны. Релокация. Происходит подключение узла камеры. А что такое с моей сферой? Я не могу переключиться на сферу. А что они мне предлагают? Сфера Эмма. Сфера Эмма. Эмма где? Вот здесь. Индикаторы люка загорелись. Похоже, соединение с универсалом стабилизировалось. Отличная работа, Сэмма. А теперь отопри люк, пожалуйста. Так, задание обновлено. Смотри. Открыть люк ЕА-03. Давай-ка, она хочет вот сюда. Панель управления люком. 131. Заблокировано. А, то есть она отсюда не может открыть. Она, значит, в ЕА-03. Смотрим, откуда мы можем. Она куда хочет пройти? Хаб-1. Начало Я-04. Смотря куда она хочет идти. Давай глянем вот отсюда. Вот, да, вот так вот. 2-2-3. А, так это я закрыла. Нифига, давай открой. Ох, нифига, тут схема есть. На ТАП открывается. Или не на ТАП, или на КАПС. Или ничего не поняла. Какой открыл это я ее? Э, закрой. А, на этот наш шифт вообще. Нифига себе. Смотри, а чего она пройти-то не может? Пошли туда в ЕА-04, начало. А, здесь был пожар, ЕА-04. А здесь открыто. Так, схема люка ЕА. Все, я поняла. Ей надо открыть вот этим вот хитрым путем. Люк открыт. Это схема Л-1. Схема Л-1. Это мы начинаем слева в снизу. Раз, два, три, четыре вверх. Три вправо, четыре вверх. Четыре вверх, три вправо, четыре вверх. Смотри. Четыре вверх, три вправо, четыре вверх. Это должно открыть. Люк заблокирован. Хорошо, надо разблокировать. Чтобы разблокировать этот люк, нам нужно использовать Л-3. Это 4-4-4-3-3-1. Начинаем мы с пятой точки и одну влево. Смотри, раз в три, четыре, пять и одну влево. Четыре, четыре, три, три, один. Разблокировали люк, супер. Все, она открылась. Релокация. Окей, открыто. Пойдем. Давай я. Схему-то убери. Эй? Элса, Мэй? Стас? Где все, черт возьми? У меня схему экран закрывает. Так нечестно. Я не успела ее выключить. Джим? Это подстава, в смысле схема закрывает экран. Так не должно было быть, это баг, и не предусмотрели. Хочу убрать, убери. Почему дверь закрыта? Джош. Джош? Да. Слышишь меня? Ну ты вообще попаду, смотри-ка, что творится. Боже мой. Нет, нет, нет. Кто это? Кто это? Я не вижу ничего из-за схемы. О, мой бог. Бог мой. Это просто попадусь. Как это вообще случилось? Это ужасно. Короче, рассказывай, что происходит на экране. Она нашла Стаса. Мне так жаль, Стас. Похоже, нехватка кислорода. Наверное, произошла разгерметизация. Прости, дружище. Черт, мне так жаль. Вы что, прикалываете, что ли? Камера универсала снова в сети, поэтому приглядывай за обстановкой, пока работаешь. Камера универсала снова в сети, поэтому приглядывай за обстановкой, пока работаешь. Не гаси. Мне пришлось перезагрузить игру для того, чтобы... Эй, есть здесь кто-нибудь? Мэй, это Эмма? Ты не представляешь, как я рада тебя слышать. Эмма, боже, Эмма! Я засрала в Шэньчжоу, где ты? Мы только что добрались до центра. Мэй, это кто? Я и Сэм. Я не знаю, где остальные, кроме... Кроме Стаса. Он мертв, Мэй. Боже мой, как? Похоже, центр был разгерметизирован. Сейчас все в порядке. На нем был костюм, но кислород закончился. Что насчет Джима? Джош, Эйлса! Пока ничего не известно. Сам разбирается с оповещениями станции, пока я пытаюсь перезапустить систему датчиков. Питание полностью вырубило. Сам утратил большую часть... Окей, я хочу помочь, но я в китайском криле и не могу выбраться. С Юни-03 что-то не так. Все наглухо заперто. Сейчас я попрошу сам этим заняться. Сам, проверь оповещение станции. В первую очередь, если получится. Проверь оповещение станции в первую очередь, если получится. Итак, мне пришлось перезагрузить игру. Почему? Потому что... Зависла эта схема на экране и не убиралась. Ну так бывает. 4-2-4 Access denied. В доступе отказано, а биометрические данные не обнаружены. Я просто хочу посмотреть, что тут еще есть. Link C. 3-1-1 Хорошо, люк открыт. Блин, Стас. Управление навигацией. 2-1-4 Системы соединены, но сейчас они недоступны. То есть у нас человек, который... Человек с нашего экипажа застрял в китайском крыле. А, еще один люк. Там линк C, видимо, был. Здесь линк B. Тоже открываем. Смотри, какое задание. Разобраться с оповещениями повышенной важности. Это как? Оповещение в станции. Смотри. Система охлаждения. Высокий приоритет требует совмешательства. Сенсоры системы датчик сотрудника. Тоже требует совмешательства. И ошибка камеры. А что с ними делать? Отклик я не могу сделать. Цикл охлаждения А. Температурный дисбаланс. Обнаружены ошибки в АСКК. Экипаж в опасности. Это место Юни-03. Обнаружены сбои в работе системы охлаждения. Рекомендуется изучение ошибок. Из-за этого могут возникнуть проблемы. Сам взгляни на сетевой узел. Да как? Как и склянуть на сетевой узел? Сам, я тебя слышу. Дверь заперта и кажется заблокирована. Что-то с давлением? Это уже... Это второй человек, мне говорит. Это не Эмма. Это тот, кто связался с Эммой. Женщина тоже какая-то. Ну-ка, что там? Ноутбук. Сейчас подсоединимся к нему. Системы соединены. Нифига. Панель управления люком. Еще одна. 1, 4, 3. Заплакированы. Необходимые схемы не найдены. То есть мы могли его открыть, просмотрев схему, но схем нет. А как это? А если схем нет, где-то их можно же взять. Они, может быть... Может быть они в ноутбуке где-то или где-то еще. Сенсор системы датчик сотрудника. Приблизься для взаимодействия. Давай будем приближать, смотреть. 4, 3, 3. Сейчас недоступно. Это что? Сенсор системы датчик. Недоступно. Вот, сверху... С... Да, это же чайная. Панель управления люком. Может у нас что-то получится открыть? Необходимые схемы не найдены. То есть нам для этих люков нужны схемы. А вот это? 1, 3, 4. Опять схема нужна. Узел системы охлаждения. Я еще подозреваю, что мы будем перемещаться по всем местам и пытаться понять, что происходит. Опять схема для системы охлаждения не найдена. Ты смотри-ка, сколько схем надо. И так как мы в космосе, надо не забывать, что надо смотреть на потолок тоже. То есть примерно с первой части я поняла, как работает эта игра. Введите пин. Какой пин? Неверный. Нифига себе, там все пин-код нужен. Я же мегамозг. Я могу пин-код этот, ну, придумать. Здесь так светло. Ну-ка. Может, это пин-код? 2, 4, 9, 1. Или 2, 2, 9, 9, 1. Прикол. Ну, попробуем, смотри. 2, 4, 9. О-о-о, прикинь. Сообщение домой, сам. Привет, это я. Все еще тут. Считаю дни до нашей встречи. Тут очень здорово. Коллеги просто отличные. Но с таким оборудованием я тут не особенно это и нужна. Если честно, я не знаю, зачем я здесь вообще. Я могла бы с тем же успехом быть дома. Прости. Извини, правда. Отвратительный день только и всего. Я попробую поменяться сменами, чтобы мы могли наконец поболтать лично. Окей, этот код мне нужен для того, чтобы посмотреть, послушать эту запись, которая мне особо ни о чем не говорит. Но зато прикольно, что здесь подсказочки. Смотри, вообще задание. Почини систему охлаждения в Юни-03. А, Юни-03. Вот она. Здесь нужно починить систему охлаждения. То есть, смотри, я просто думаю по аналогии. Если для того, чтобы мне, например, в форме вот этого шарика вылететь в космос, мне нужно было обновить прошивку. Это мне нужно найти какие-то документы, сканировать их. Ну, я же искусственный интеллект. Сканировать их и добавить как бы себе программу. И вот эти вот схемы, нам уже, нас уже учили в начале игры, что вот эти схемы для разблокировки дверей нужно брать в ноутбуках. Пока что в ноутбуке было только голосовое сообщение, которое нам ни о чем не говорит. Опять неактивный люк. Наверняка ведущий вот с этого Юни-03, да? Не знаю. Давай здесь смотреть. Сейчас будем все ноутбуки прошаривать. 3, 3, 4. Потому что примерно понятно, что нужно сделать. Но игра, конечно, подсказок не дает. Не работает. Не могу ничего сделать здесь. Я в первой серии вообще потерялась, потому что я не могла понять, как здесь управлять камерами. Как здесь что делать. Сейчас вроде более-менее. А может быть в командном центре, где Эмма, там есть какие-то вот эти вот схемы к дверям? Может быть мы там недостаточно пошарились просто? Система жизнеобеспечения. Мне это не нать. Ноутбук. Попробуем вот сюда. Один, два, четыре. Схема Люка Юни. О чем я говорила? Вот об этом. Техдиаграмма схематического расположения Люка Юниверсал. Да, да, да. Сообщение для экипажа, Сэм. Привет, ребята. Я знаю, что некоторых из вас завалили запросами от Хьюстона. Да и я тоже хорош, чего уж. И всю прошлую неделю мы мешались у вас под ногами. Я хотел сказать, что ваши просьбы были услышаны. Особенно Джоша. Его сложно было не услышать. Понимаю, ситуация вас раздражает, но это скоро закончится. Скоро все наладится. Будет идти по плану. Очень скоро. Серьезно. Просто доверьтесь мне. Когда мы доберемся до другой стороны, я вам обо всем расскажу, может быть. До другой стороны? Протокол дошифровки. Матрица ключа шифрования. Все переговоры между наблюдателем и центром управления полетами записываются, шифруются и копируются. В случае поломки или невозможности установить связь с объектом, например, шаттлом, чье оборудование неисправно, используйте данный код для реконфигурации. На каждом объекте находится точно такой же ключ. Таким образом, коммуникация между станцией и ЦУП будет возможна даже с неисправным оборудованием. Это полезный ноутбук. Почему сразу мне про него не сказали? А теперь смотри, у меня есть ключи для того, чтобы починить Юни-03. Для того, чтобы открыть эти люки и починить систему охлаждения. Необходимые схемы не найдены. Не времени у меня только что были эти схемы. Да ладно, мы же в ноутбуке только что их взяли. Или мы взяли схемы именно к этим панелям управления люком. Да. Это именно люк, а не систему охлаждения. Если он заблокирован, нужно разблокировать. Смотри, разблокировать это L3. А L3 это что такое? L3 это мы идем слева. 4 клетки вниз, 3 вправо. Слева 4 клетки вниз, 3 вправо. 2, 4, 2. 4 клетки вниз, 3 вправо. 2, 4, 2. 2, 4, 2. Ошибка. Люк не активен. Как не активен? Системный адаптер Universal предначен для стыковки с модулями крыльев EA, KIT и RUS. Хорошо, если я не могу его разблокировать, потому что он не активен, то это как? Попробуем открыть. Все, здесь у нас ничего не получится. Этот люк просто не активен. То есть он должен быть активен, чтобы как-то взаимодействовать. Так, пошли-ка на другие камеры. Центральный узел системы охлаждения. Ой, я топлю, конечно. Ой, это тупизм. 1, 1, 1. Надо было другую камеру занять просто. Смотри. Требуется перезагрузка. Каждый узел должен быть подготовлен через схемы. Заблокировано управление центральными узлами. Требуется перезапуск узла. Не готово. 490, 186, 726. Каждый узел подготовлен через схемы. Круто. А что делать-то? А, еще один. Вот. Это уже второй узел системы охлаждения. У Мегамозг. Необходимые схемы не найдены. То есть, вообще, задание сводится к тому, что я вот нахожу вот эти вот коробочки. Узлы системы охлаждения. Здесь написано, что их три. Я уже видела две. Смотри. Вот это первая, та вторая. Есть еще одна, да? Вот он, еще один спрятался. И все их... Их все нужно запустить. Через схему. Бородос лишь в том, что схемы у нас нет. А где она? Если не в этой комнате. То есть, нам нужна схема управления системой охлаждения. Мы нашли схемы люков. Один люк мы разблокировали. Это что? Это оно? Та-та-та-тан-та-там. Па-па-па-пам-па-пам. В модуле Юни-03 обнаружена техдиаграмма для системы охлаждения. Энерго-хаб. Энерго-хаб включить-выключить. Нет, он должен быть выключен, правильно? Я все сделаю. О. Ну... А, ну... Эй, сам, сообщение для Эммы. Привет, это я. Отличные новости. Джим, наконец, перевел меня с тестов реактора Мэн США. Говорит, Хьюстон хочет приключить ЭАР в режим ожидания к завтрашнему дню. В общем, у нас тут вырисовывается неожиданное окно между сменами, и мы оба в кои-то веки будем на ногах, поэтому... Тут открылся новый ресторан, называется ЕС-12. Еда ужасная, конечно, но вид оттуда просто отличный. Увидимся там в 01.00. Я бы предложил провести время в твоей каюте, но... Там чуть-чуть тесновато, а мадемуазель, которая спит напротив, я вночем-то недовольна. До скорого, Эм. Конец сообщения, спасибо, сам. Схема системы охлаждения. Смотри. Теперь доступна комбинация данных. У нас у той схемы половинка, и у этой схемы половинка. Сейчас мы комбинируем данные. Смотри, ядро памяти. Ядро памяти комбинировать данные. Нет, не со схемы Люка Юни. Не со схемы Люка Юни, а знаешь, чем мы комбинировать будем? Вот с этим. Вот это мега. В модуле Юни-03 техдиаграмма для системы охлаждения. То есть, одну мы взяли со стены, другую из компьютера. Получилось очень даже ничего. И смотри, переключаемся на другую камеру. Вот эту? Вот эта камера нам о чем говорит? Что? Каждый узел должен быть подготовлен через схемы. А потом уже перезапуск центрального узла. Поехали. Каждый узел должен быть подготовлен через схемы. Это узел 186. Итак, 186. Открываем схему. Адаптер 186. Конфигурация 2. Конфигурация 2. Что такое? Так. Это слева. 4 вниз, 1 вправо. 2, 1, 2, 1, 1, 3. Короче, сложно объяснить. 4 вниз, 1 вправо. Давай попробуем. 4 вниз, 1 вправо. И... 2, 1, 1, 3. Я вижу мигающий огонек. Системы снова проверяются. Продолжай, чтобы ты там ни делал. I молодец. I молодец. Теперь смотри, вот это какой номер у нас? Это номер... А никакой это не номер. Поехали к этому. Методом исключения. 726. Это вот этот. 726. Адаптер 726. Конфигурация 3. Конфигурация 3, для которой как раз мы скачали с компьютера данные. Давай так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вниз. 6 вниз. И на 6-ой начинается. Так идет змейка. 1, 2, 3. 3 змейки по единице. И 3 вниз. Так, тут это 6. На 6-ой начинается. 3 змейки вниз. Ой, 3 змейки и вот так. Нет. Змейка. 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 3 вниз. Сеть включена. Все. Если это был 726 и что-то там. И 176. 726. 186. Это был 726 и 186. Значит, мы сейчас пробуем два варианта. 531 и 490. То есть конфигурация 1 и 4. Все. 1 и 4. 1 это 6 вправо, 1 вниз, квадратик и вправо. 6 вправо, 1 вниз, квадратик и вправо. Ошибка сеть неактивна. Значит, это конфигурация 4. Конфигурация 4. 4 вниз, 3 вверх. И продвигаемся на 6 клеток. 4 вниз, 4 внизу, 3 вверх. Ра-бу-та-ет. Мы включили три узла. Центральный узел. Подготовили три узла. А, здесь был номер. Ну ладно. Запустите каждый узел и подтвердите. Запустите управление центральными узлами и подтвердите. А все. Активируем 186. 490. И активируем 726. Запуск управления центральными узлами. Система охлаждения активирована. Отличная работа, Сан. Это откроет нам и другим членам экипажа доступ к модулям Universal 3.4. А еще мы сможем попасть в крыло от Сенчжоу. О, все еще заперто. Блокировка не снята. Тут что-то про контактные точки. Эмма? У нас была та же проблема в крыле ЕА. Судя по всему, у нас прилично тряхануло во время перемещения к Сатурну. Погоди, что? Сатурн? Да, извини, что раньше не сказала. Сам говорю, что это якобы он нас сюда привел. И, увы, это все, что мне известно. Твою ж... Сатурн? То есть, черт. Я даже не знаю, с чего начать. Так, я сейчас выйду наружу и попробую все починить. У меня есть мой костюм и достаточно кислорода. Мэй, будь осторожна. Все будет хорошо, не беспокойся. Крыло Китайского Национального Космического Управления. То есть, кит – это Китай. Кит – это не кит, это Китай. Вот здесь мы сейчас были. Давай тыкать на ноутбук. Панель управления люком все еще неактивна. То есть, она хотела выйти и нифига. А здесь что-то как-то есть. Видеокамеру кто-то взял. А это? Так, три четверки. Тоже схема не найдена. Ты смотри-ка, чё. Разобраться с оповещениями повышенной важности. Оповещение станции. А, все, я поняла. То есть, мы... Понятно. Сам, посмотрев помещение, устрои невозможные проблемы. А я пока пробую запустить датчики. Соединение между системой и Самос было выведено из строя. Мне нужно включить эти сенсоры. Включи их, будь душкой. А я пока попробую починить. Как быть душкой? Включить сенсоры системы датчик сотрудника в Юне 01, 03 и 06. А, мы, кстати, даже видели один из этих. Картографические данные не найдены. Салют-10. Крыло Российского Федерального Космического Агентства. Как вот написано? А, Дэ, переключаться, да? Ну, на самом деле... А, переключая, действительно. Горизонт, крыло европейского, американского. Мне вот сюда надо, в горизонт. Потому как, смотри, мы сейчас в китайском находимся, а нам нужно в Юне 01, 03, 06. Смотри, Юне 01. Юне? А, общая структурная. Да-да-да, Юне 01. Вот он, датчик сотрудника. Калибровщик сенсора. Сенсор деактивирован. Сенсор деактивирован. Доступна система проверки точек. Ключ преобразования с оранжевым в зеленый. Желтый в зеленый. А, что-то выбрать надо, что-то. Нифига себе, загадочки пошли. Сенсор 1 активен и собирать информацию. Отличная работа. Ну-то, а профессионалы работают, в отличие от первой серии. Первой серии я вообще понять не могла, что делать. Так, смотри, Юне 03, 06 у нас. Юне 03, 06. Вот бы еще увидеть. А что, я сейчас не здесь была разве? Мне казалось, я здесь была. Сенсор деактивирован. Настроить. Итак, Фуксия идет в зеленый. Мы тыкаем на все Фуксии. Для того, чтобы калибровать наш замечательный сенсор. Сенсор 2 тоже включился. Еще чуть-чуть. Юне 06. На очереди под раздачу. Юне 06. Керченский пролив? Да, это Керченский пролив. Ищем, где здесь в Юне 06 расположен датчик сотрудника. Не вижу. С этого угла я его не вижу. А с этого угла я его вижу. Вот он. 4, 2, 1. Системы соединены. Так, тест калибровки в фиолетовый, в зеленый. Тыкаем на фиолетовый, не промазываем. Соберите все картинки, на которых изображена дорога. Вот, все включили. Я почти закончила. И все благодаря тебе. Сохранение прошло, кстати. Система датчик сотрудника активна. Где остальные, Сэм? Мониторинг членов экипажа. Удерживайте его, чтобы узнать подробнее. Найти экипаж. Системы соединены. Эмма и Джош. Стасу и Элси, пожалуйста. Спасибо, ребята. Не волнуйтесь, вам не показалось. Это далеко не слухи. Мы просто хотим лучшего для них. Но чтобы это и на работу не повлияло. Схожу к Джиму насчет всей этой идеи с каютой Эйлсы. А что, смена обстановки мне не помешает? Конец сообщения. То есть мы восстанавливаем что-то из истории. Плюшевая игрушка. Нифига себе игрушка. Это их станция. Прикольно. Мы провели всего 14 тестов сфер. Прогнали их по стандартным сетевым маршрутам сам на станции. Все 14 прошли успешно. Каждая сфера достигла цели с отклонения в 5 мм на каждой оси. Впечатляюще даже для сам. Но вот связать сеть маршрутизации и ориентирование в пространстве оказалось довольно сложно. Без прямого пилотирования сферы не воспринимают средние по размеру объекты. Без столкновения не обошлось. Эти алгоритмы не принимают в расчет возможное повреждение сфер, поэтому они методично идут к цели. Требуется поработать над точностью и пространственным ориентированием. И самодиагностика не помешает, конечно же. Ну, наконец-то, система усиления работает как надо. Мы проверяли ее только через удаленный контроль, без сам. Но думаю, что это станет проблемой. Система будет использоваться только снаружи и только с ручным управлением. Да-да. С ручным управлением. Как бы не так. О, модуль удаленного управления питанием, но сейчас он недоступен. Здесь записку козырно спрятали. А еще какая камера тут есть? Используя датчики сотрудников SAMOS. Что сразу не сказала? Сложно. Капитан Джим Элиас находится в короле Рус. Я не могу определить его точное местоположение. Как он? Жизненные показатели есть? Данные датчика Джима Элиаса повреждены. Похоже, он сбоит. Есть хоть какие-то медицинские данные? Не удалось получить медико-биологические данные капитана Джима Элиаса. Что насчет Джоша? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть информация. Сигнал датчика Джоша Рамона слабый. Примерное местоположение. Его медико-биологические данные. Местоположение Джоша Рамона неизвестно. Хоть какие-то данные о нем есть? Не удалось получить медико-биологические данные капитана Джоша Рамона. Ничего не понимаю. Может, какие-то помехи? Мэй, мы, кажется, нашли Джима, и он где-то на салюте. Отлично, его помощь нам не помешает. И скажи ему, что я жду объяснений. Погоди, похоже, что твои камеры в российском крыле отключены. Сейчас, почему? Найди капитана сам. Где он? Все, она починила камеры в крыле России. Мы поехали в Россию. Панель астрофизических измерений. 2, 2, 4. Системы соединены, однако, сейчас недоступны. И наша задача найти Джима Элиаса в крыле Рус. То есть компьютер получил такие данные, что капитан в крыле Рус. Сервер ближнего поля. Все бы включалось, что-то. Это что такое? Так, осматриваемся. Это кто? Это что? А здесь все открыто. Открыто? Давай вот так. Сфера подключения к сети есть. Давай к ноуту подсоединяться. 1, 3, 2. Ответ Элси. Извини, но я не смогу помочь тебе с данными наблюдений. Джим меня под завязку нагрузил. Он даже нарушил протокол, чтобы смесить мои циклы сна для обязанностей космического уборщика. Следить за сигналами, проверять всякое, целых 5 часов наблюдать за передачей данных. Пока сам занят тем же самым, конечно же. Не знаю, зачем он нас так распределил. У нас не совпадают периоды сна, мы толком вместе поработать не успеваем. На космических станциях не всегда так, если вдруг что. Я уверен, что в дальнейшем такой изоляции друг от друга не будет. Если буду нужен, кричи во все горло. Конец сообщения. Показать капитана. Набросок, найденный среди записей Станислава. Вращение станции. Один и тот же объект наблюдений. Стандартная орбита 336 км ННУ изменена на более широкую орбиту. Траектория новой орбиты ведет нас к объекту наблюдения. Что просить? Послушайте, товарищи, я уже все обошла. Какой смысл тут смотрю, тут ничего нет. С какой бы угла я не смотрела, ничего нет. То есть вообще, если нажать на крыло РУС 06 Восток и занять камеру, камера неактивна. Нужно перевестить команду об ошибке через оповещение станции. То есть, я уже осмотрела все камеры, нигде здесь капитана нет. Может, как-то здесь, оповещение станции? А, вот ошибка камеры. Ошибка камеры ЕА-10. А, РУС, вот, РУС, РУС, РУС. Все. Не удалось запустить камеры в РУС-6. Окей, я могу их подключить. Релокация. Происходит подключение узла камеры. А, вот, и готово. Капитан Джим Эляс находится в РУС-6. Теперь мы должны иметь доступ к российскому крылу. Джим, это Эмма. Я вижу, где ты находишься. Скоро буду у тебя. Это их капитан. Он вообще с ним нормально все? Ну и, собственно, Эмма собирается передвигаться сюда. Я предлагаю на этом моменте закончить и продолжить с этого же места в следующей серии. Очень интересно сегодня все получилось и история развивается дальше. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. А мы с вами встретимся в следующих видео. Всем пока-пока.